Оооо, я обожаю давать советы и подбирать комплекты. Даша, пойдемте познакомимся с сестра. Привет, я Даша. Меня зовут Нина. Очень приятно. Сегодня у нас в гостях Даша Трофимова. Даша, привет. И мы будем подбирать образы. Мы для нее, а она для нас. Думаете, мы справимся? А что, Даша вырезан тут? Так, ну что, мы вот Дашу подобрали такой образ. Я бы сама так никогда не оделась, но я себя чувствую очень комфортно. Мне нравится. Куда бы ты так пошла? Ай, сейчас, куда бы я так пошла? Да, не помню, что это такое, но чувство мне понравится. Я бы на шопинг так пошла, кстати говоря, это удобно. Мне тоже нравится. Мне нравится, что белый цвет, блузы, она очень освежая, дает акцент образу. Леггинг вообще незаменимая вещь. Особенно для тех, кто не любит колбов. Вот. То есть, ощущение ты вроде бы уже влезь, потому что ты в босоножках, да? Да, да. Но в то же время твоя остальная часть тела, она защищена. А еще, знаешь, мне кажется, леггинсы – это про какую-то определенную эстетику, которая… Вот это не колготки. Я не знаю, как это объяснить, это вот только можно понять, да? Ну, ты знаешь, еще обувь совершенно смотрится по-другому именно над головой и ногой. Да. Она как-то более эстетична, более как-то невноженственна и сексуальна. Потому что я считаю, что щика вот и вот вместо ноги… Но для меня, по крайней мере, это очень сексуально. Комфортно и… После пары пирог можно и просто применить. Точно, да. В определенный момент леггинсы… Да! Он против. Все, все, все. Секси. Так вот, оп. Ты просто подходишь после этого момента и говоришь, молодой человек… Если что, там ничего. Если бы, мне кажется, я пошла на свидание с мужем в таком наряде и он знал бы, что там ничего… Это было бы настоящий свидание. Он бы пошел. Это было бы самое короткое свидание в нашей жизни. Ну, вот смотрите, на Дашу мы примерили вот такой вот лейтый тренч. Он очень круто сочетается. Я не знаю, это просто для Ментика кайф. Не трогай, там просвечивается. Он очень приятный. Да. Я думаю, что вот таким вот теплым лейтым вечером будет очень прикольно и удобно. Вот. Туда можно надеть либо шелковую комбинацию. Кстати, можно надеть даже какую-нибудь комбинацию, в которую ты там… Ложишься спать. Это будет еще сексуальнее сказать. Можешь, что ты вышла из дома… Это означает, что можно, короче, вечером… Быть завернутся. Вечер, когда ты приходишь, и тебе уже как бы не хочется. Знаешь, бывает такое состояние, когда ты приходишь домой, и ты не хочешь уже ни во что переодеваться. А ты такая раз бросила… Знаешь, как наоборот. Лежишь в постели вечером, и вдруг такое спонтанное желание пойти прогуляться. Да, да, да. Класс. Мне кажется, это как раз тот вариант. Да. А ты экономия времени знаешь, что тебе нужно. Одень какие-то шелковые тапочки, и это будет вообще такой лайт вариант. Да, мне нравится. И Даша очень красиво прямо по цвету, по цветотипу. Мне нравится. И твои сережки здесь подходят. Да, просто. Я угадала. Тебе комфортно? Очень. Я прям чувствую, как будто бы тут все и было. Ну, можно еще, наверное, например, мы бы поменялись с тобой уже обувью, и взять какую-то больше сумку, пообъемней. Более летний какой-то вариант. Да. Можно туда пододеть джинсы, майку, и будет, кажется, совсем обауне. Я люблю такие универсальные вещи, когда ты можешь купить одну вещь и обыграть ее в нескольких вариантах, чтобы она не висела только на выход. Обычно мы покупаем какое-нибудь шелковое платье-халат. А его можно разыграть несколькими вариантами. Также вот этот тренч. Ну, мне кажется, для мамы с двумя детьми это большое экономное время. Накинул, наголотил и пошел. Плохая мамочка. И даже не для мамы, наверное, для девушки, которая и работает, и мама. Вот так давай скажем. Которая очень мало времени на себя. Мало времени на себя? Нисколько. Знаешь, у меня подписчики, кстати, все время ругаются, когда я пишу, что это классный вариант, там, или рассказываю в ролике, что это классный вариант, чтобы вот набросить там за 15 минут. А я себе пишу, что за необходимость бежать как на пожар. 15 минут. Да, почему только 15 минут на сборы? Что это? А ты за 15 минут должна вообще все сделать, потому что... Просто есть категория женщин, которые любят проводить время часа перед зеркалом. Собирать комплект с вечера. Да. Для них это доставляет огромное удовольствие. Эти категории девушек, которые делают все быстро. Да. И, на самом деле, получается ничуть не хуже, чем... Я столько всего хочу спеть, если честно, в течение дня, что это все правда. Вот раз, 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 поэтому... Не хватает времени в сутки. Класс. Я люблю такие универсальные вещи, которые действительно помогают тебе, да, создать образы. Хочешь более такой, какой-то вечерний, более сексуальный, хочешь более будничный, наоборот, да, как ты сказала, там, с джинсами и футболкой, и это прям класс. Ну, да, накинул и пошел. Да. А какой образ понравился вам больше всего? Голосуйте. Ну что, мы подобрали Даше образы. А какие образы подобрала нам Даша, вы можете узнать, посмотрев ее канал. Ссылка ниже. А я знаю, что знала, что Даша работала на телевидении? Да. Я больше не снимаю. А знаешь, что? Я же, ну, работала на телевидении в Нижнем Новгороде жила. Ко мне на прямой эфир пришел Александр Васильев. И мне предупреждали, там, за два дня аж надо вопрос подготовить. И я, короче, такая вся, блин, блин, что надеть? Александр Васильев приходит, что надеет. Да, не что сказать, а что надеть. Ну, просто это я как бы все-таки готова. И, короче, я думаю, ну что надеть? Думаю, я пойду проверенным путем и надену маленькое черное платье. Я надела маленькое черное платье, а у нас в студии прямой эфир, и мы оба сидели. Я сидела в кадре, так что платье стало совсем, совсем коротким. И я ему говорю, Александр, я так волновалась при встрече с вами. Знаете, что было самое сложное? Он говорит, что же, Дашенька? Я говорю, одеться. Он говорит, ну что же вы так переживали, вы же почти голенькая. Прямой эфир. Я сижу просто. Это было нормально, да? Это было нормально, да? Прямой эфир.